До начала открытые тренировки еще много времени, однако болельщики Колумбии создают настроение уже на подходе к базе. Для них приезд в Россию на чемпионат мира это и есть праздник всего четырехлетия. Среди тех, кто ждал футболистов, были и колумбийские студенты, проживающие в Казани. За год они научились говорить по-русски и привыкли к прохладной погоде. Когда мы узнали, что здесь будет Колумбия, конечно, это был очень-очень специальный момент. Нам было интересно здесь, когда мы приехали, потому что мы здесь увидим, как здесь две культуры разные, татарки, нормальные, есть мусульманские, есть крестьянские. И, конечно, два языка. С небольшой задержкой на поле выходят и главные действующие лица, игроки сборной Колумбии. Бавария, Ювентус, Реал, Монако. По составу сборная команда Колумбии, пожалуй, одна из самых звездных на этом чемпионате мира. Но вот посмотреть на открытую тренировку этой команды приехало не так много зрителей. Их порядка 500 человек. По сравнению с той же Австралией, не так уж и много. Здесь, скорее всего, сказалось о географическом расположении Свияги, а также не совсем летняя погода. После длительной паузы и мировых стартов болельщики ждут появления на поле Фалькао. Он тренировался вместе с командой. А вот другой звездный игрок Реала и Баварии, Хамес Родригес, на открытом занятии так и не появился. Я пришел посмотреть на Хамес Родригес и Еремина, но еще и на Фалькао. Посмотреть, как готовится сборная Колумбии, что нас ждет на чемпионате, так сказать, вкусить начало чемпионата. Тренировка сборной Японии напоминала семейную встречу на арене игроки и дети. Юные воспитники Рубины и школы Японии в Москве смогли пообщаться со своими кумирами. Особенно среди юношей был популярен экс-игрок ЦСКА Кейсуки Хонда. Вообще, впечатление хорошее от сборной. Во-первых, потому что перед тем, как приехать в Казань, Япония смогла одержать победу в матче с Парагваем. И это как-то придает силы, я думаю, самим спортсменам и нам, болельщикам. Именно эти две команды, Колумбия и Япония, сыграют в дебютном матче в своей группе 19 июня в Саранске. Алмаз Гафиатов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова